Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Воистину воскрес! Сегодня у нас 16 апреля 17 года. И вот мы озвучиваем наши вопросы, которые мне задавали в университетах, в милиции, на радиостанках, в программах. Сейчас «Будущее мира» и «Грядущий суд». 55 папок. Если удастся это, то маленько их озвучим. Так, так мы сейчас священство надо, да? Нет, мы жду не закончили еще. Там три вопроса еще осталось. Это «Будущее», да? «Будущее». И три, а четыре. Ну давай. Вопрос 3149, 17 том открытым оком. Почему церковь не публикует труды тех людей, которые видели, что в России беда всюду, и что церковь не на высоте? Пришла революция, и как будто никто ее не ждал. Ответ. Вопрос нужно к церковному руководству направить. Потому что как тогдашние, так и сегодняшние книжники слепы. Луки 11, 52. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Такие патриоты, как Зоя Крахмальникова, публиковали за границей, а потом сюда присылали. Вот «Надежда», выпуск 7, страниц 151 по 206 странице. Кавычки открыты. Письма Михаила, епископа Таврического, умершего в 1898 году. Наэлектризовать их можно, но стоит ли это делать? Нужно воскрешать, но на это нет сил. Сам мертв. Все придет само собой. Если будем ежемненно стараться об этом, как бы не затмить в себе Христа, как бы привести к Нему других. Но разве может быть норма, когда все идут врозь и среди профессоров, и среди студентов? Норма может быть только там, где есть единое живое дело. Единая живая цель, где общий труд, объединяющий всех чувства. Мы вялы, мы скучаем, пьем, скандалим, утоляемся потому, что нет увлекающего нас общего дела. Даже лучший из нас и не имеющий внутренней силы сказать, так говорит Господь или так повелела церковь. Ведь может случиться, что ловя овец, сами заплутаемся с ними. Пастырю необходимо сойти к пасомам. Но есть ли с чего сойти? Эти овцы ищут, где источник. Сколько ни говори о пастырстве, раз нет превознесения над миром, сознания жизни, того сознания, что мы совершенно противоположны миру во всем, решительно во всем, тогда ничего не выйдет, и ловля овец будет игрой жмурки со стадом. Вообще Христос отодвинут как личность. Относительно излишков в службах с вами согласен. То есть служба, 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 а Слово Божие не знают. Это прямо по мне. Все наши службы, кроме литургии, носят монастырский характер, взятый из монастырей. Пришлось закостенеть на древнем и заимствованном. Так и в церкви. Древний и заимствованный. Кто это заимствованный? Да язык. Ну да. Так и в церкви часто стоишь болваном долго и вдруг очнешься. Я столько поглотил в себя и ничего не произвел. Хочется черновой непосредственно работы. Какая совесть, когда никто не знает, что добро, что зло. Где же сила вашей религии? Отчего же бессилие? Да от того, что это и не вера. Это только тоска опустевшей и разочарованной, а часто истерзанной души. Вот когда испытания, несчастья, может быть, великие, потрясающе очистят нас, взволнуют до той глубины духа, откуда идут все творческие силы. Когда религия будет для нас положительной силой, когда мы сможем уверовать в ее возрождающую силу, когда будем вполне готовы дать за нее свою жизнь, вот тогда религия возродит нас. Религия возродит нас. Он как будто бы знает, говорит, не соглашается с бедственным положением церкви, а говорит как будто бы, ну я, пести, может ли так говорить? А так, мелкопоместная куриная болтовня. Мы в страшном ослеплении все. Ну если ты это знаешь, так ну и говори, о чем надо-то? Вы не поверите, как с каждым днем, с каждым часом я все больше и больше вижу это, и мне страшно становится. Мы забыли, отвергли все, что составляет самую жизнь, самый смысл миссии Христа. И не только светские это сделали, но и духовные. Так жить нельзя, и скоро должен наступить кризис. И будут подвиги и жертвы, тьма, сгущенная над нами, слабыми, невежными в вере. Веяниями запада должна рассеяться, разразившись грозой и молниями. Исайя 44, 8. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Иеремия 2, 20. Ибо издавна я сокрушил ермо твою, разорвал узы твои, и ты говорил. Не буду служить идолам. А между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Приноси жертву идолам. Иеремия 28, 8. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствия и мор. Не все же солнцу рады и дождю, двух одинаковых не встретишь в разговоре, чтобы во всем, как грузь к груздю, согласие полное и не в зачатке ссоры. Но каждый думает, что он, конечно, прав. Прав не на треть, но минимум на сто. Во сколько встать? Примерно в полутра. Хотя не отличит, где запад, где восток. В полутра. В полутра. В политике и в прочей ерунде легко схватить за шнур Бигфордов сразу, а уж потом в историю глядеть, когда прошла подобная зараза. И только Библия, и только лишь Христос дает похожесть в полное сознание, когда рожденный во Христе дорос, смотреть на все духовными глазами. Да не забыть привлечь учителей, священных толкователей Писания, их речи бальзамические лей, чтоб убедиться, прочитайте сами. Противоречием к таким заказан вход, спокойствие, уверенность в послушных, тысячелетия их мудрости не год, как у сектантов сверх придерских ушлых. Один отец, и церковь мать одна, мы близенцы с пророками евреев, в нас стать апостолов породистых видна, в них вечная немода гнуть под время. Всем жаждущим свободы и тишины, неповрежденного сознания и зрения. Совет, у отщепенцев зря не протирать штаны, там круглые столы и много глупых прений. Вот представьте себе, каждое слово, я вижу, тут половину ты не понимаешь, я рассказываю, а это писал без помарки. Как это может быть? Я разговаривал не просто с председателями писателей, как Марк Юдалевич считал стихи. И Лева Шанин в Москве в литературном институте, и они все страшно удивились. Это что, ваши стихи? А где вы берете тему? Как беру? Я молюсь, говорю, я пишу. Моего ничего здесь нет. Я сегодня читаю эти стихи и сам стараюсь проникнуть. А что, молитва? Я просил, и все, вы думаете, случайно Сергей сегодня написал это. Я вот, нынче начал только молиться, прямо говорить. Не просто приследить людей, а чтобы дети были. Сохранить школу. Почему? Нынче тревожная обстановка. Одного учителя могут уволить, там два ученика остается. И дальше будет видно. Молиться в начале, до года еще далеко, еще даже разлагается все. Это никакой роли не играет. Бог, я ему высказал эту просьбу, он пусть Господь возрит благостным оком. Вот так. Так, считаем теперь другой вопрос. Вопрос 4027, 29 том, открытым оком. О числе зверя печати столько толкований. И, видимо, перед самым исполнением всего пророчества, уже более зримо будет видно, что это означает. Есть ли более современное толкование, чем из 4 века? Ответ. В нашем трехтомнике Нового Завета дается подробная информация по этому вопросу в толковании на апокалипсис. Но есть и совсем близкие мнения. Не бойся ничего, что тебе надо мной потерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение 2.10 Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 3.11 Священномученик Дамаскин, епископ Черниговский и Глуховский Стародубский в книге «Печать Христа» и «Печать Антихриста» писал о числе зверя. Кавычки открыты. Чтобы ответить на такой вопрос, надо писание где знать. Но мне ни грамоты, ничего не хватит на это. И далее я беру материалы-то какие, редчайшие материалы. Откуда? Вот я только думаю отвечать на вопрос, вдруг такой материал. Я в интернете-то не имел отношения, ни с интернет, это отобрал. У меня книги, реально, там в разных библиотеках записаны. И дает Бог таких библиотекарей, редкий материал они находят. Что значит, ну когда знаешь, что такое связь с Богом. Я попросил и совершенно спокоен. Мне выкупать книгу особенно, это невозможные деньги. У меня же нет ничего, нет. На дом, звонят с Америки, в этот же день, ни раньше, ни позже. Сейчас один узнал, что нужно там, начинаем кое-что покупать. А может я десятину буду платить. Ну как положит вам Бог на сердце. И сразу, я вам посылаю от своей десятину матери и там, я не знаю, дочери или кого-то еще. Это не один человек. Я, ты сам помнишь, мы работали на пруду, дождь, снег идет, звонят. А можно мы вам десятину пришлем? Десятину, я говорю, да и священнику где-то будешь. Да у них тут все хватает. Ну тогда дело другое. Раз они живут, достатки. Если священник берет десятину, он должен истребить торговлю. Тут вот что за этим стоит. Он пропитается на десятину. Вот десять человек только. По десяти не отдали у него уже сто процентов. Все. И далее. Кавычки ответы. Не следует думать, что с явлением Антихриста каждый согласится с его философией. Те, кто не сделают этого, будут соблазняться желанием просто сохранить себя, свои институты, свое положение и власть. Святые отцы объясняют, что печать Антихриста не будет поставлена на чело и руку одновременно, но на чело или руку. Откровение 13.16. Согласно Андрею Кисарийскому, те, кто получит ее, начало разделить мышление Антихриста, в то время как принявший ее на правую руку признает силу его деяния власть, обманываясь, поверив, что это можно сделать, если только остаться христианином в своей душе. Иными словами, принять начертание на чело, то есть разделить мышление Антихриста, значит признать его Богом. Это именно сделает неправославная часть человечества. И такие откровенные отступники от православия и коммунисты, как патриарх Константинопольский Афиногор, заявивший в 1968 году, кавычки открыты, мы должны молиться и бороться за то, чтобы Иерусалим стал местом диалога и мира, чтобы вместе приготовить путь для возвращения Иисуса, Магди Ислама, Машеаха Израиля, Господа нашего. Кавычки закрыты. Однако же большинству православных христиан это невозможно. Вот тут-то и понадобится начертание на правую руку их. Священномученик Дамаскин не случайно обращает внимание на то, что святой апостол не пишет на руку и чело, но на правую руку их или на чело их. Притом добавляет не на любую руку, но именно на правую. Почему? Откровением святым апостолом Иоанном Богословом было написано почти 2000 лет назад. Эта книга очень символическая. Учитывай, слушай. В ней много символов прикровенных, сокрытых от нас, обычных людей, но впоследствии разъясненных нам святыми отцами в толковании. Но есть в нем символы, вполне понятны человеку того времени. Одним из таких символов и является правая рука. В книге пророка Захарии описан интересный случай. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Захария 3.1. Следуя разъяснению толковой Библии издания 1908 года, Иисус перед священником, властью которого приносили жертвы очищения грехов ветхозаветного народа. Сатана, стоящий по правую руку его, чтобы противодействовать ему, пытается лишить перед священником его власти и право халатайствовать перед Господом за народ, восставив против решения Господа возвратить свою милость согревшившему народу Израиля. Как-то слово «восставая», даже никто не поймёт, что это «восставая», чтобы чётко, ясно. Я слушал сегодня, чётче человек считает Севастьян. Вот Игорь Глушков, он заедает букву «меня», «мя», «мя». Он там «мя» и «ты точно так же». Местоимениями не надо просто так пренебрегать. Это очень чётко. И Господь говорит, и среди их явлюсь я, и сломлю силу их. Вот это всё время «их» и нужно чётко произнести. Ну, где том седьмой и прочее. Дальше. На православных иконах, изображающих картины страшного суда, праведники всегда стоят по праву руку спасителя, имеющего власть. Судить вселенную по правде, совершать суд над народами по правоте. Псалом 9, 9 стих. Неслучайно в славянском языке слова «правый», «правда», «правая» обозначают «правильный», «праведный», а в конечном итоге «православный». Правая рука у всех без исключения древних народов была символом власти. На это именно я хотел обратить внимание священномученик Дамаскин в толковании печати Антихриста, принявший её на правую руку признает силу его деяний, то есть власть. А это значит, что для официального сохранения «спасения» в кавычках церкви от закрытия и уничтожения, для спасения собственной жизни, имущества и так далее, вовсе не нужно будет признавать Антихриста Богом. Необходимо только признать власть Антихриста. Больше от православного христианства требовать не будут. Преподобный Лаврентий Черниговский в пророчествах о времени Антихриста говорил, что в то время церкви будут, но ходить православному христианину в них нельзя будет, так как там не будет приноситься бескровная жертва Иисуса Христа. То есть институты, официальные церкви, патриаршество и прихральное управление, открытые храмы и так далее, сохранятся. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда будут совершаться все православные обряды, в том числе и литургия, но бескровная жертва приноситься не будет. Хлеб и вино не присуществляются в тело и кровь Христовы, но останутся хлебом и вином. И вот здесь во всей своей сложности и принципиальности встает вопрос о власти. Всяка ли власть от Бога? Сергеянствующая московская патриархия учит однозначно. Да, даже если эта власть богоборческая, а значит, любую власть нужно принимать и ей покоряться. Последние 80 лет русской истории практическое утверждение этого учения. Отсюда лишь один шаг к признанию Антихриста. В то время, как и в годы советской богоборческой власти тоже многие, большинство иерархии и духовенства, чтобы сохранить свою жизнь, спасти церковь. Спасти церковь, у них такая церковь спасали. Да. И проще признают власть Антихриста законной и таким способом поклониться ему. Мы в церкви спасаемся, но не церковь спасаем. И в этом смысле кровавое, богоборческое, жестокое избиение православных и попытка полностью уничтожить православную церковь бесовской советской власти было лишь предзнаменованием подготовкой и репетицией того, что давно уже близ есть при дверях. Матфея 24, 33. Однако, учение святых отцов о власти иное. Самое дело, разумею, власть установлена богом, чтобы общество не пришло в расстройство. Но если какой злодей беззаконно восхитил эту власть, то не утверждаем, что поставлен он богом. Но говорим, что попущено ему или изблевать все свое лукавство, как фараон, и в таком случае понести крайнее наказание или уцеломудрить тех, для кого нужна и жестокость, как царь Вавилонский уцеломудрил и иудеев, святой Исидор Пелесиот. То есть, существует власть, данная богом, но существует и попущена богом за грехи людей. Отсюда вполне ясно, что православные христиане обязаны повиноваться только законной власти и подчиняться только тем законным постановлениям, которые согласны с божественной волей. В противном случае, они должны, по примеру, святых апостолов слушаться больше бога, чем людей. Деяние 4, 19. А по примеру самого Спасителя, христиане должны быть послушны Господу, как и он, Богу Отцу, даже до смерти. Филиппийцам 2, 8. Еще более принципиальным для христиан является ответ на вопрос «Для христианина». Для христианина является ответ на вопрос «Что есть церковь? И может ли грешный человек своими немощными силами спасать церковь?» В этом ответе сила нашей веры. Ответ однозначен. Церковь есть благодатное, мистическое тело Христова, богочеловеческий организм, по выражению хомякова. «И не мы призваны спасать церковь, но все мы спасаемся в церкви и церковью. Церковь непобедима». Матфея 16, 18. «Как и сам Христос, ее и наш единственный глава, защитник и спаситель». И вот здесь уместно задать вопрос, почему именно в России русской церкви попущены в 20-х столетиях такие жестокие испытания? В чем смысл таких испытаний? «Кого люблю, тех обличаю и наказываю». Откровение 3, 19. Говорит Господь. И нет сомнения, что наши деды и прадеды чашко согрешили перед Господом. Но только ли причина в этом? Такой однозначный ответ был бы слишком простым и ничего не объясняющим. По мнению многих святых, новомучеников и исповедников российских, ответ на этот вопрос нужно искать в 17 главе Откровения святого апостола Иоанна. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном». В славянском переводе «червление», то есть «красном». Автор. «Преисполненную именами богохольными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудница и мерзостям земным». «И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровь свидетелей Иисусовых, и видя ее, удивился удивлением великим». Откровение 17 глава, 3-й по 6 стих. «Многие толкования под выражением «Вавилонская блудница» понимает церковь лукав... Так называемая... Так называемая церковь лукавнущих или церковь блудницу. То есть ту часть православной церкви, которая ради сохранения своего официального легального положения проявит лояльность к власти Антихриста, признает его власть. К такому выводу, в частности, приходит святой Феофан Затворник в толковании на второе послание к Солунянам». Кавычки открыты. «Будет часть из содержащих истинную веру, помимо многочисленных еретиков и сектантов, автор, как она передана святыми апостолами и хранится в православной церкви. Но из этих немалая часть будет только по имени православные. Сердце же не будет иметь того строя, какой требует веруя, возлюбив нынешний век. Хотя имя христианское будет слышаться повсюду. И повсюду будут видны храмы и чины церковные. Но это все одна видимость. Внутри же отступление полное. На этой почве народится царство антихриста и возрастет в том же духе видимости». Кавычки закрыты. Излишне напоминать, что под христианами святой Феофан подразумевал только христиан православных. Выдающийся русский богослов священномученик архиепископ Иларион Троицкий в одном из писем написанных им в ноябре 1908 года из Соловецкого концлагеря так и объясняет этот текст откровения. Кавычки открыты. «И как было не дивиться святому тайнозрителю, когда он узрел перед собой во преображение. Жены, облеченные в солнце, имеющие под ногами луну и на голове венец из 12 звезд » Откровение 18.2 «В мать блудница в мерзости земным, упоенную кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых» Кавычки закрыты. «Не видели мы нечто подобное собственными глазами? Не проходит ли перед нами событие невольно приводящее на память духовное созерцание новозаветного тайного витца? Сопоставьте приведенные выше слова апокалипсиса с делом и деянием наших живоцерковников и обновленцев. Не приложимы ли они к ним вплоть до мелочи? Гораздо значительнее в указанном апокалиптическом смысле представляется событие последних дней, связанное с именем митрополита Сергия. значительнее хотя бы по одному тому, что усаживается на зверя багряного с именами богохульными. Не самочинная раскольница, а верная жена, имущая образ подлинного благочестия, видимо, не оскверненного предварительного отступничества. В этом главная жуткая сторона того, что совершается сейчас на наших глазах, что затрагивает глубочайшие духовные интересы чад Церкви Божьей, что незримо по своим последствиям имеющим мировое значение, ибо такое значение принадлежит изначально Церкви Христовой. Почему же предательство Русской Церкви Митрополитом Сергеем и его синенотом так и лично рассматривалось большинством святых новомучеников как измена Вселенской Христовой Церкви вообще? Попытаемся вкратце осмыслить это. По известному выражению старца Филофея кавычки открыты Москва Третий Рим а Четвертому не быть кавычки закрыты. Видишь как? Никто нигде не говорил Москва Третий Рим а Четвертому не быть Вашингтон может быть он тоже на Семи Холмах но Семи Холмах может быть они не претендуют на это. Как это нужно понимать? Почти все без исключения святые отцы Церкви например Блаженный Иероним Святой Иоанн Златуус и другие в выражении тайна беззакония уже в действии только не свершится до тех пор пока не будет взята от среды удерживающая Тибель и тогда откроется беззаконник 2 Фессалоникийцам 2 глава 7 и 8 стих Под удерживающим мировое зло единодушно понимает царскую власть а святители Филарет Московский Феофан Затворник и Игнатий Бричанинов под удерживающим понимают власть православного русского царя после кровавого богоборческого переворота в России в 1917 году и ритуального убиения последнего помазанника Божия сдерживавшего тайну беззакония русского царя удерживающий из мира от среды был взят ни Румыния ни Болгария ни Сербия хотя имели православных царей заменить Москву не могли так как такого духовно-политического и экономического авторитета и влияния в мире не имели именно в этом смысле Москва Третий Рим а Четвертому не быть вот почему только в России могла произойти богоборческая революция взявшая среды удерживающего и распространившего свое тлетворное влияние по всему миру и именно в России в ограде русской церкви как первой по духовному авторитету хранительницей истинного богопочтания могла и должна была по неизреченному промыслу Божию зародиться церковь лукавнующих как тернии на плодородной почве она могла произвести только на благодатном теле Третьего и последнего Рима дети последнее время и как вы слышали что придет антихрист и теперь появилось много антихристов то мы и познаем из того что последнее время они вышли от нас но не были наши ибо если бы они были наши то остались бы с нами но они вышли и через то открылось что не все наши 1 Иоаннов 2 глава 18-19 стих вот что по этому поводу писал священномученик Иларион Троицкий кавычки открытый послание митрополита Сергия и его синода не бросило возлагаемую им церковную организацию в омерзительные прелюбодейные объятия атеистической богохульной христоборной антихристовой власти и им не внесло ли страшные чести в недры нашей церкви заметьте заметьте церковой им Синендрион, орган управления Ветхозаветной Церковью. Единственные хранители в то время истинного богопочитания предали Христа на камень, совершили страшный грех богоубийства. Сохраняя внешние формы истинного богопочитания православия, они давно отреклись от истинного Бога, потому и не приняли истинного Мессию, ожидая явления лжемессии, Антихриста. Размышляя о судьбах Русской и Вселенской Церкви и о Церкви Лукавнущих, святой Илларион пишет «Можно неоднократно усматривать еще в Ветхом Завете, что одни и те же пророчества сначала исполняются в малом виде, а потом имеют еще другое – высшее окончательное исполнение. Очевидно, как предъявлением в мир Христа Спасителя явился предчетча Господень Иоанн Креститель, так и перед приходом последнего лжемезия должен быть явиться его предчетча». Не был ли таким предчетча богоборческий советский режим, породивший свою советскую сергианскую церковь? И не заключен ли в его приходе сознание его церкви главный смысл, попущенный Господом в Русской революции? Не явилось ли исполнение пророчеств святого апостола Иоанна на Россию и Русской церкви в малом виде, за которым последует их высшее и окончательное исполнение уже по всему миру? Вопросы эти задаем не мы немощные. Вопросы эти задавали многие новомученики и исповедники российские «С самой своей жизни и мунической кончины за стояние в правде Христовой, стяжавшего Господа вине жизни». Откровение 2.10. Вопросы эти задавали и многие отцы-исповедники катакомбы Церкви Христовой, не признавшие богоборческой власти и порожденные ее церкви лукавнущих. Кавычки открыты. «Трудность в настоящее время для православного человека состоит главным образом в том», писал в 1908 году святой Иларион, «что теперечная жизнь в церкви требует от него высокодуховного отношения к себе. Нельзя полагаться на официальных пастырей, епископов и иереев. Нельзя формально применять каноны к священию, выдвигаемых в церкви жизнью. Вопросы. Вообще нельзя ограничиться правовым отношением к делу, а необходимость иметь духовное чувство, которое указывало путь Христов среди множества троп, протоптанных дикими зверями в овечьей одежде. Жизнь поставила вопросы, которые правильно, церковно правильно, возможно разрешить только перед шагом через обычай форму, правила и руководствуясь чувствами, обученными в распознании добра и зла. Иначе легко осквернить святыню в души своей и начать с сжигания совести. 1 Тимофея 4.2 Через примирение по правилам с ложью и нечистью, вносимые в ограду церкви самими епископами. На законном основании можно и антихриста принять. Как же нам быть в эти страшные минуты новой опасности, надвинувшейся по внушению враждебу на нашу мать, святую православную церковь? Как быть, чтобы не выпасть из ее благодатного спасительного лона и не приобщиться нечестью богохульного зверя и сидящей на нем блудной жены? Господи, скажи нам путь, к которым пойдем, вопрошал священномученик Иларион. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильным громким голосом, говоря «Паал, Паал, Вавилон, великая блудница, сделала жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Откровение 18.2 И услышал я иной голос с неба, говоривший «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвернуться язвам ее». Откровение 18.4 Не самая широкая ученость, не самый глубокий природный ум, не самая утонченная естественная мистика не могут дать удовлетворительного разумения тайн Божьих. А здесь мы соприкасаемся с тайной, великой и известной смысли последней тайной земного бытия Церкви и человечества. Тайной является и вопрос, естественно возникший при чтении последнего приведен мною стиха из Апокалипсиса, где верные призываются выйти из Вавилона. Вопрос о том, когда народ Божий должен совершить свой выход. Шумило. В. Вот кто-то написал. Видишь, как люди вникают внимательно. Даниил 7.7 После всего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный, ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Блаженством миротворцев ублажая, Христос с сынами Божьими таких нарек. Нередко плод незрим до урожая, когда истории земной наступит срок. Мирить, похоже, некого в войну, пока не перебьют один другого. Под свой режим пытаются согнуть, совсем забыв про Бога и Егову. Как размести семейные раздоры, мирить жену и мужа и детей. Со старшим младший неуемно спорит, зло выплеснуть старается успеть. Не только где-то, но и в церкви бунт не уступает истине неправда. За перебранкой действия придут, не в прошлом это, а внутри и рядом. Кипит в котле мазутная смола, готова вспыхнуть пламенем вонючим. Вот так и ссора добрая и смела. Но есть ли к миру возделенный ключик? Мир в Рождество Христов был воспет. А в мире столько сказано Иисусом. К нам из гробницы миротворца след. Кто заперт был, тот осмелел, не трусит. Без мира Божия мир человеческий хрупок. Мир человеческий, посчитай как. Без мира Божия мир человеческий хрупок. Человеческий хрупок, да. Третий раз, уже говорил, но еще обрати внимание, ты как-то буквы не можешь пространственно взять. Без мира Божия мир человеческий хрупок, когда мир с безопасностью восславят. Весь мир тогда огромным станет трупом, и вспыхнет термоядерное пламя. Вот оно откуда, Корея сейчас там. Быть миротворцем христианский долг. Дантес не ловелас, и пушки не задира. За распинатья лишь он молиться смог. Иуду подлого он устыжает миром. Заново прочитай. Быть миротворцем христианский долг. Дантес не ловелас, и пушки не задира. То есть он не ловелас, а он именно ловелас. Я говорю, не будет это, когда мир будет. Он Пушкина убил, а то убийца его. И пушки не задир, он задирался. У него около 13 этих было дуэлей. За одно слово цеплялся. За распинатья лишь он молиться смог. Иуду подлого он устыжает миром. С миром ли пришел предавать? Блажен и счастлив, примиривший двух. В самом семье примирность пусть усвоит. Через Евангелие в сердце слышен стук. Где нет Христа, там лишь масоны, гои. Понимаете, это нельзя написать. Слова в каждом стихотворении Библия и вся политика все соединено. Это благодать Божия дает. Они, я знаю, эти стихотворения будут искать потом люди. Будут вникать в них. И с какой легкостью написано, я ни рифмовку, ничего не подбираю. Оно просто рука пишет и все. Ни одной поправки на 3467 стихотворения. С чистого листа. Какое чудо Бог явил. А при чем тут я? Да ни при чем совсем. И далее. Все. Сколько там? 39 минут. Не за него не войти, да? Конечно. Ну все, тогда на этом конец. Это мы что говорили? Поехали. Продолжение следует...